Мяч летает через высокую сетку, почти не касаясь земли. Волейбол в самом разгаре. Финал игр между мужскими и женскими командами. В районе прошло открытое соревнование на Кубок Щелковского района, посвященное памяти заслуженному тренеру России Владимиру Ананину. Он обучил немало щелковских волейболистов. Под его руководством занимался тогда еще будущий олимпийский чемпион и призер чемпионата мира и Европы Алексей Кулешов, звезды мирового волейбола Евгений Злобин, Роман Терентьев и другие известные волейболисты. Здесь среди игроков щелковских команд друзья тренера, те, кто хорошо его знал и любил. Выигрывать всегда приятно, но вот сейчас этот турнир посвящен памяти Владимира Ивановича, а мы с ним были знакомы довольно хорошо. И это вдвойне приятно, потому что как-то это напоминает о нем, о каком-то нашем общении. Команда из города Черноголовка стала победителем среди мужских команд. Это и 10 сезон игр, и первая победа на Кубке района. Среди мужских команд участие принимали также волейболисты из четырех щелковских команд, игроки из Литвинова, Монина и Фрязина. А вот женских команд в районе значительно меньше. В турнире участвовало всего четыре команды из Ногинска, Центрального спортивного клуба Щелкова, спортклуба Чкаловский, поселка Литвинова, сельское поселение Турбинское. После долгой борьбы победу одержала команда из Литвинова. Ее тренирует брат Владимира Ананина Сергей. Все команды были очень хороши. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Поэтому я очень рад. В таком составе победительницы играют всего лишь год. Некоторые из них пришли в волейбол в сознательном возрасте, но многие тренируются с самого детства. Капитан команды Юлия Семенова занимается волейболом со второго класса, а сейчас передает опыт литвиновским школьникам. Конечно, куча позитива, потому что любая игра – это праздник для тебя, для души и для тела. Сложно было, так как мы немножко местами расслаблялись, теряли рисунок игры. Но в любом случае мы молодцы. Мы нашли, смогли, победили. Мы молодцы. Турниры памяти тренера проходят и среди юношеских команд. Они традиционно проводятся в день учителя. Ведь Владимир Ананин всю жизнь был школьным преподавателем, страстно влюбленным в волейбол. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».